Багдар ламадимившися про мебель компаняса. Сэсэшэн жайны жихас. Доброе утро, наши самые ранние телезрители. Дорогие телезрители, на календаре 11 апреля, четверг. Что же в этот день происходило? А вот что. В этот день во всем мире отмечается памятная дата. Это Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Я Сундаяк Умбринча Сауэркуны, Крым Республика Снын, Конституция Сакуна Тойланады. Ну и, конечно же, в этот день родились известные личности и люди. Я Сундаяк, тамаша таланты актеры и аншилер. Да, согласны с тобой. А еще я предлагаю сейчас посмотреть нашу хронику и узнать более подробно, каких же все-таки происходили события 11 апреля. Я Суэркуны, Крым Республика Снын, Крым Республика Снын, Крым Республика Снын, Крым Республика Снын, Астанасы Кампала ғаласы. Мемлекеттік тіл ағылшын тілі. Ақша бірлігі Уғанды шейленгі. Мемлекеттік құрылысы әскери тәртіп. Мемлекет башысы президент. Бүгін бүкіл әлемдік Паркинсон дертімен күресуігіні. Бұл күн дүниежілік денсаулық сақтау үйімінің бастамасы мен атал бөтледі. 1997 жылы ЦНС дертін клиникалық тұрғыда анықтаған дәргер Джеймис Паркинсоның есіміне орай білігіленген Паркинсон дерті орталық жүйке жүйесінің ауруы. Осыдан 82 жыл бұрын Балқаш қаласының негізі қаланды. 1937 жылдың 11-ші сәуерінде при Балқаш строй кенті Балқаш қаласы болып өзгертілді. 13 жыл бұрын елбасын ұсултан Азарбаев электроэнергетика туралы Қазақстанның республикасының заңына өзгерістермен толық тұрулар еңізі туралы заңға қол қойды. 1772 жылдың 11-ші сәуерінде испан Аханжа зұжысы Мануэль Хосе Кентана и Лоренцо дүниге келді. Прекрасно, ну а мы продолжаем. Дорогие телезрители, наш следуючий сюжет бұд пасвещен искусству скульптуры. Вырезание и вылепливание людей, животных, различных предметов появились в истории человечества едва ли не одновременно с наскальной жизнью. Самые известные скульптуры, ты наверняка их тоже знаешь, Шерке Булан, это Давид, скульптура Микеланджело, это скульптура-мыслитель Угюста Родена. Я, Рене Асия, ол мүсіншілерді білмейтін адам жоқтан хасы шығар. Мүсіншіл үзіннің жасаған кезде, оған жанбытырып, үзіннің фантазиясын, үзіннің идеалыны көрзеткісі келеді. Это точно мир скульптуры и в нашу жизнь представлен ярко и разнообразно. Поэтому сейчас предлагаю нам и нашым дорогим телезрителям посмотреть наш следующий сюжет. Скульптура является воспроизведением в трехмерном пространстве образного или абстрактного изображения. Для создания современной скульптуры используются материалы как твердые, так и пластичные – глина, стекло, воск, камень, металл, дерево, гипс, смола, стеклопластик и многие другие. Они могут бояться, моделироваться, отливаться, выковываться, перемешиваться и комбинироваться для придания изображению определенной формы. На протяжении XX века современная скульптура, ранее воспринимавшаяся только как древнейший вид изобразительного искусства, часто служащего дополнением к другому искусству – архитектуре, пережила настоящую революцию и приобрела новое, неизобразительное и нефункциональное значение. Первоначально ускоренное развитие скульптуре придала все та же современная архитектура, принципами которой стало управление свободным пространством и светом с помощью новейших технологических средств и материалов. Пространственная скульптура на сегодня является самым динамично развивающимся видом искусства. Скульптура и выразительность поверхности современной скульптуры особенно важна, поскольку она дает представление о внутренней структуре самой скульптуры, а также определяет ее взаимодействие с окружающим пространством, приобретая тем самым метафизический смысл. Изогнутая, выпуклая поверхность демонстрирует целостность, полноту и наличие внутренней силы. Современная скульптура создается, чтобы удивлять и в очередной раз менять наше представление об искусстве. Прекрасно! КОКО! Көреміз! Бүгінгі таңда атырнақ күтімі оларды әрлеу әйел затның арасында кең көлемде ете қалды. Қаламыздағы көптеген шепелердің үшінде шоқтығы бейктері КОКО Сулулық студиясында қызмет көрсетеді. Себебі бұл жерде тек қана өз ісінің мамандары, маникюр, педикюр, тұрнағы зарты осынды қызметті жоғарғы дегеде ұсына отырып, сапалы бой ауларды қолдану арқылы ең қиын деген дизайнның өзін мүлтіксіз ойыңыздағы дай орында береді. Қолдарыңыздың мұқты күтімі мен әдемі әрі сонғы трендтегі маникюр өлгілерін бізден ғана табаласыздар. Біз сіздерді әбілхайырған таңғылы 175-інші үй мекен жайы бойынша күтеміз. Сонымен қатар 8777-194-16-93-30-33-01 телефон нөмірлері арқылы жазла аласыздар. Сегодня благоприятны ден для свершения крупных покупок. Еслі вы долга не можете решиться на такую, то у вас сез сегодня такая возможност. Бірақ сонда яққы сарапшылар бүгін көп мақтан бауды. Наш гороскоп подробнее расскажет, как сделать этот день благоприятным для каждого знака зодиака. Овен. Сегодня многие ваши планы увенчаются успехами. Ваши дела пойдут вверх, но часть друзей уйдет от вас. Этот день будет удачным, если вы укрепитесь в своих убеждениях и будете настойчивы идти к цели. Телец. Влияние планет внесет некоторую путаницу в планы. Придется отстаивать свои позиции и правоту перед личными и деловыми партнерами. Вы добьетесь своего планомерно, отвоевая место под солнцем. Близнецы. Спорт, танцы, путешествия прибавят сил и улучшат самочувствие. Ваша популярность станет выше, появятся новые планы и возможности для их реализации. Рак. Этот день может быть весьма важным и плодотворным и принесет позитивные перемены в судьбах большинства раков. Лев. В решении проблем помогут друзья, партнеры и покровители, люди, которые ценят и уважают вас. Дева. Многие девы будут участвовать в общественной деятельности, смогут начать новые дела, вложить средства в интересные проекты, расширится круг друзей, прибыль и успех пронесет планомерный труд. Весы. Этот день символизирует стабильность, рождающую уверенность в завтрашнем дне. Вряд на отсутствие больших проблем, однако весы вынуждены будут кому-то подчиняться. Скорпион. Первая половина лунного дня благоприятна и принесет душевное равновесие, общительность. Ваши интересы станут вызывать экстравагантные люди, не лишенные экзотики. Стрелец. Вы способны перегружать себя излишествами. Беспорядочный образ жизни не принесет хорошего стабильного самочувствия. Козирог. Вас ждет уверенность в своих силах. Многие получат повышения или интересные деловые предложения, признание в любви. Водолей. Состояние душевного покоя принесет уравновешенность во внешних событиях. Дела пойдут на поправку. Используйте новые знания и личный опыт. И вы будете уважать себя как успешного человека и всесторонне развитую личность. Рыбы. Этот день благоприятен для активной деятельности. Повышается работоспособность, активизируется научная и практическая деятельность. Вот такой гороскоп на сегодня, дорогие телезрители. Ну а мы продолжаем. Ирки Булан, скажи, а ты знал, что Леонардо да Винчи владел и правой, и левой рукой? Ученые доказали, что Леонардо да Винчи одинаково хорошо владел как левой, так и правой рукой. Я буду говорить, что Леонардо да Винчи одинаково хорошо владел как левой, так и правой рукой. Для анализа взяли раннюю работу великого мастера период Высокого Возрождения, сделанную в 1473 году. Этот эскиз пейзажи дали на реке Анро и замка Монтелуба. На оборотной стороне рисунка ученые увидели неизвестный ранний эскиз. Они также исследовали надписи с обеих сторон листа. Открытие сделано с помощью глубокого научного и технического анализа. Он подтвердил, что надписи с одной и с другой стороны рисунка сделаны одним человеком. Новое знание о да Винчи удалось получить в преддверии пятистолетия, со дня его смерти. Талантливый художник и изобретатель скончался 2 мая 1519 года в возрасте 67 лет. В память о нем Европейские музеи готовят провести выставки и другие мероприятия. Леонардо да Винчи родился в селении Анкиана рядом с городом Винчи и недалеко от Флоренции. Он был художником, скульптором, архитектором, ученым, изобретателем, музыкантом и писателем. Сегодня мы были в селении Анкиана рядом с городом Винчи и недалеко от Флоренции. Мы были в селении Анкиана рядом с городом Винчи и недалеко от Флоренции. Мы были в селении Анкиана рядом с городом Винчи и недалеко от Флоренции. Мы были в селении Анкиана рядом с городом Винчи и недалеко от Флоренции. Прекрасно, Карат. Расскажите нам, пожалуйста, как давно вы занимаетесь музыкой? Я был в Readsстане, в С,... После этого мы были в Силе Анкиана. Мы селены в Силе Анкиана. Мы селены в Москве, который был в Силе Анкиан. Мы всегда были в Силе Анкианскую. Мне было только в Силе Анкиана. Мы были в Силе Анкин. Мы когда-то в Силе Анкианку critic Reform по Едкиануру. Какие конкурсы в Казахстане? 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Нижний эстсайт в Нью-Йорке украсила необычная инсталляция под названием «Синий мрамор». На огромном круглом экране транслируется изображение Земли из космоса. Оно постоянно меняется. Инсталляцию создал дизайнер Себастьян Ирузирус. Он посвятил ее 50-летию первой высадки человека на Луну, а также фотографии «Синий мрамор». Ее в 1972 году сделал экипаж корабля «Аполлон-17». Изображение в реальное время поступает на метеорологические спутники НАСА. Дизайнер говорит, для него важно, что прохожие останавливаются и смотрят на изображение Земли. Некоторые даже звонят друзьям, спеша рассказать о необычном зрелище. Инсталляция «Синий мрамор» пробудет в Нижнем Иссайде до конца апреля. Дорогие телезрители, на этом наша программа «Арайла Тан» подошла к концу. Надеемся, что вам было интересно. Мы все делаем только для вас. Вам желаем отличного настроения и просто прекрасного дня. А, да, Ирки Булан, мы же забыли напомнить о том, что у наших телезрителей есть уникальная возможность. Не забываем об этом. Вы можете обратиться к нам в офис, либо позвонить на номер телефона 933-433 и оставить свое видео, чтобы поздравить своих родных и близких или просто передать пламенный привет. Это наши рубрики «Бене Кутоктау». Ирки Булан, Нурпиисов. Ну а вы не переключайтесь, впереди вас ждет музыкальная открытка. Спонсор программы и компания «Промебель». Мебель для вашего комфорта. Мебель для вашего комфорта. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok